Кадыров ваш брат говорит, нет, Кадыров ваш брат, не наш, Кадыров это ваш брат, это российский чиновник, а тебя именно оттуда, когда ты показываешь твой паспорт, они видят, что ты чеченец, твой паспорт тебе выдают и говорят, товарищ, тебе вон туда, и ты идешь на какой-то отдельный паспортный контроль, где сидят какие-то отдельные специальные люди. Томсо, скажи одну вещь, почему ты думаешь, что тебя решили просто так убить, почему ты сбежал, ты как-то мешал работе Кадырова или кому-то было интересно тебя подставить, почему именно ты, вот вопрос. Да, именно я мешал его работе, даже не я, а моя борода, она очень мешала, им всем мерещилась моя борода во время работы, и это чувство им не давало сосредоточиться на своих должностных обязанностях, поэтому они решили со мной расправиться. Томсо, кстати, о бороде, почему сейчас ее могут носить абсолютно все, даже вошло в моду, но потом у них поменялись как-то взгляды на бороду, и они как-то отпустили этот вопрос. Томсо, расскажи, пожалуйста, о той ночи, когда ты уезжал из Чечни в Грузию. Хочется ощутить то, что ты ощущал, поэтому можно целые мемуары писать на грани жизни и смерти с Томсо. Ох, это ночка! Да, это, конечно, были очень неприятные ощущения, когда ты держишь в руке телефон, который в любой момент может позвонить Ислам Кадыров и сказать, а ну-ка, давай быстро сюда, или где ты там, да, и ты держишь его в руках, едешь, у тебя уже есть в голове некая версия, что ты скажешь там в случае чего, ты не знаешь, отслеживают тебя по этому телефону или нет, ты не знаешь, какие у них возможности. И, в общем-то, держишь в руках этот телефон и под покровом ночи едешь на такси до Владикавказа. Таксист, разумеется, понятия не имеет, кого он везет, для чего он везет, он просто вызвал такси. Доезжаешь до Владикавказа, пересаживаешься там уже на другое такси, и этот таксист везет тебя до Тбилиси. И вот пока ты не пересечешь эту границу российско-грузинскую, ты все это время в полном напряжении, ты держишь под контролем этот телефон и ждешь, что вот-вот тебе скажут, позвонят и скажут, чувак, ты куда это бежишь? Мы вот тебя отслеживаем, и окажется, что там уже на границе они тебя ждут, стоят. Потом проходишь пограничный контроль и тоже в этот момент ждешь, что тебе сейчас скажут. Вы не можете проехать, или, ну-ка, подождите-ка немножко. Но в какой-то момент эта девушка тебе просто отдает паспорт и говорит, счастливого пути. И ты такой счастливый проезжаешь этот пост и понимаешь, что все, больше они тебя сейчас, по крайней мере, точно не достанут. Ты едешь на грузинскую границу, на грузинский КПП, и больше у тебя нет никакой тревоги, у тебя такое облегчение, и тебе уже плевать на этот телефон, хоть он тебе сейчас позвонит, не позвонит, абсолютно тебя это не волнует. Ты спокойно подъезжаешь к грузинской границе, пересекаешь ее, и это облегчение. А Ислам Даги не позвонил. Ну, на следующее утро начали они всячески, ну, этот телефон я уже выключил, разумеется. На WhatsApp начали писать, вот этот нынешний мэр Грозного, Хасмагомед Кадыров, он прислал там несколько голосовых сообщений. Сам Ислам Кадыров прислал голосовые сообщения. Они на моем основном канале выложены, то, что они мне присылали с субтитрами, если кто не видел, посмотрите. Спасибо за историю. А было ли так, что во время побега ты неустанно делал дуа в критический момент, и именно в этот момент Господь тебе помог? Я, конечно, делал дуа, я вообще начал это утро с Истихары, и все это время я, конечно же, делал дуа Аллаху. И как вы понимаете, то, что я беспрепятственно смог выбраться из России, это, конечно, показатель того, что Аллах ответил на мои дуа. Что происходило дальше, расскажи, что сказал Ислам Алихас Магомед, ты был с семьей, когда покидал республику. Я же сказал, здесь, на моем канале есть, я выложил эти сообщения от них, посмотри это видео, ты узнаешь, что о них говорили. А тогда я, конечно, покидал, ну, мы не вместе были, но в целом республику, конечно, покинул и я, и моя семья, и мои ближайшие родственники. Томсо, если ситуация в Чечне изменится, и ты сможешь вернуться на родину, планируешь ли ты идти в политику? Ну, планов не имею, но не исключаю и такого. Томсо, какие у тебя планы на будущее? Долго ты будешь в бегах? Я тебя очень хорошо понимаю, когда не можешь вернуться в родные края. Ну, раз ты задаешь вопрос про планы, наверное, ты все-таки не очень хорошо понимаешь мое положение, потому что в ситуации, когда ты находишься в постоянных бегах, в постоянной угрозе, у тебя не может быть планов. В принципе, ты не строишь планы. Планы – это присуще людям, у которых есть какая-то стабильность в жизни. Они строят планы. Когда у тебя нет стабильности, ты не строишь, ты живешь одним днем. У тебя скорее мечты, наверное, а не планы. Разве война в Чечне имела национальный контекст? Если так, почему тогда вас не угнетали за пределами Чечни? Лео Месси, так нас угнетали как раз-таки и за пределами Чечни, и в самой Чечне. Как еще ты представляешь это угнетение? Если чеченцев не угнетали и не угнетают по сегодняшний день, то в этом мире никого не угнетают. Мы сегодня являемся самым преследуемым народом в этом мире. Мы своеобразные такие евреи, как и евреи, были в 20 веке самым преследуемым. Сегодня эту эстафету приняли мы. Томсо, кто вас, чеченцев, преследует, говорит. Рассел, Папунт. А кто только не преследует. В первую очередь, конечно, это Россия. И с подачей российской, к сожалению, во всем этом мире идет преследование. И то, что ты чеченец, это если не вина, но как минимум отягчающее обстоятельство. При любом раскладе. Вот даже, возьмите ситуацию в Бельгии, просто произошла трагедия, по сути. Погиб человек с нашей стороны. Не разбираясь в том, что там вообще произошло, сразу, мгновенно, какие-то местные СМИ написали о том, что вот, мол, чеченцы стреляли, а там чеченцы вообще не стреляли, у них не было даже оружия. Люди приехали просто поговорить. Поэтому, к сожалению, да, кому-то может это и не нравится. Кто-то думает, что мы как-то преувеличиваем то, что происходит. Но это надо оказаться в нашей шкуре, чтобы понять, насколько это преследование, оно реально. Когда ты прилетаешь куда-то, огромный самолет, ты прилетел, и ты выходишь на этот контроль паспортный. Весь самолет, который с тобой прилетел, абсолютно весь, без исключения, идет по стандартному маршруту, через какой-то стандартный контроль. А тебя именно оттуда, когда ты показываешь твой паспорт, они видят, что ты чеченец, твой паспорт тебе выдают и говорят, товарищ, тебе вон туда. И ты идешь на какой-то отдельный паспортный контроль, где сидят какие-то отдельные специальные люди, которые вот специально посажены, чтобы чеченцев проверять. И весь этот самолет уже вышел, ушел по своим делам. Они уже где-то там что-то фотографируют, туристы там радуются. Уже в поездах своих там дальше поехали. А ты сидишь, уже прошел час, ты сидишь, не знаешь, что происходит. Через какое-то время приходят люди, задают тебе какие-то вопросы, зачем ты приехал и так далее. Вот такая вот особенность, понимаете. Это только лишь из-за того, что у тебя место рождения Чечня, город Грозный. Все, больше ты ничего не сделал, ты никак не отличаешься от этих людей. Там есть точно такие же, как ты и бородатые, там арабы, турки и другие. У них нет таких проблем, у них нет отдельных чуваков, которые проверяют именно их. С ними это не происходит. Когда Чеченка идет на этот же, допустим, досмотр в аэропорту, никого больше не проверяют, а ее именно досматривают какой-то штучкой. У них бывает какой-то химикат, который они там намазывают на твою обувь, на твою одежду и проверяют то ли оружие, то ли наркотики, то ли то и то вместе. Это происходит именно с тобой, потому что ты чеченец, ты чеченка. Когда в базе данных Интерпола именно чеченцев больше в розыске, чем американцев и китайцев вместе взятых, это реальность, друзья, это та реальность, с которой мы живем, с чем мы сталкиваемся каждый день. И вы не поймете это, не оказавшись в нашей школе. Может, это к вам, к чеченцам, проявляет такое уважение? Может быть, Рассел, может быть, но мы не рады такому уважению, честно говоря. Абсолютно это нас не радует. Тумсо, имеется ли у тебя оружие, пистолет? А если нет, то почему учитывая, что на тебя было покушение? Думаю, власти Швеции будут не против, можно даже открыто им сообщить о намерении купить оружие. Адам Уэбб, какая хорошая подсказка, хороший совет с твоей стороны. После эфира позвонил, скажу, вы знаете, я хочу купить оружие. Я думаю, они будут в восторге. Кадыров, ваш брат, говорит. Нет, Кадыров, ваш брат, не наш. Кадыров, это ваш брат, это российский чиновник. Поэтому он ваш брат, он ваш друг, он ваш товарищ, не наш. Кадыров никому не брат, я понял, спасибо. Нет, ты не понял, Олег, он брат. Кадыров, он брат для Путина, для, может, даже сына, в каком-то смысле. Для всей российской элиты, в плане политиков, я имею в виду, системы, для единой России. Он для них брат, для порядочных людей он, конечно, не брат. Но для россиян, которые являются ватниками, топят за Путина, единой России и так далее, он для них брат. И герой их страны, он же герой России. Да, вот Кадыров, это Россия, Россия это Кадыров, как он сам об этом заявляет. Я русский, мне Кадыров не брат, говорит. Россиянин, не ровно русский, это как чеченянин сказать оскорбление. А я и не говорил, что он для тебя брат. Я имел в виду, если ты топишь за единую Россию, за российскую власть, то тогда он для тебя брат. Для порядочных людей он не может быть братом, как и Путин не может быть их братом. Братство подразумевает близость, духовную и физическую. И или физическую, но духовную обязательно. Поэтому, если вы порядочные люди, то для вас они не могут быть братьями. Покажите тогда хоть один дом, который русские разбили. Это все ваши братья сами, я тоже там могу говорить. Слушай, тысячи домов я тебе покажу, которые... Я не знаю, кто вы. Российская армия разбила наши дома. В том числе и мой, например, дом. Их тысячи. Никакие наши братья их не разбивали. У нас не было, в принципе, возможности. Оружия не было, которое способно было бы разбить дом. Это российские войска нам их разбили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok